Сейчас как раз тема у нас очень интересная, на самом деле. Я её делала целиком и полностью именно к сегодняшнему дню. Она называется «Музыкальная жизнь в эпоху пандемии». И всё, что произошло с нами за последнее время, это, безусловно, нечто такое вообще небывалое, невероятное, которое отразилось, конечно, на всей нашей жизни и на культуре очень серьёзно. Поэтому сегодня вы услышите мнение самых разных людей. Но это будет и видеоинтервью, которое я специально записывала к этому. И просто то, что думают мои коллеги музыкальные критики, потому что это совокупное мнение мы собирали в журнале «Музыкальная жизнь» в чате критиков. И было вот лично мне было очень интересно читать. Но это тема животрепещущая, понимаете? В отличие от предыдущей темы, почему я с той начала? Ну, она такая вот немножко, знаете, академическая. Ну, интервью, оно и есть интервью, оно было и в XIX веке, и в XX, и в XVIII, я уверена. Вот, ещё когда и смения было, интервью было всё равно. Это действительно искусство межличностного общения. А вот эта тема, она действительно сейчас делалась с колёс. Потому что было очень интересно понять, как вообще люди на это реагируют, что они делают в это время. Многие просто растерялись, многие потерялись и вообще не знали, что делать. Вот я вам хочу сейчас немножко процитировать то, как реагировали мои коллеги, что они думают вообще о том, что произошло во второй половине сезона. Но мы рассматриваем всегда, вот мы, музыканты, артисты, у нас как бы не годы идут, отсчёт не по годам, а по сезону. И вот этот сезон 19-20 оборвался прямо вот на взлёте. То есть был конец марта, и всё. И всё прямо раз, и как стоп-кран в поезде. Знаете, причём вы никогда не выдёргивали стоп-кран? А я вот выдёргивала, причём на вокзале, в московском вокзале в Петербурге. Потому что там что-то так у нас не загрузили вещи, и, в общем, там был какой-то косяк вот этого вокзала. И это, знаете, как страшно. Вот это такой звук, Стас, вы никогда это не делали? Это жуткая вещь совершенно. Это прямо аж больно даже. Поэтому вот когда вот вас ставят вот на такой стоп-кран, это очень неприятно, очень неприятно. И вот как раз моя коллега Екатерина Бирюкова, она редактор классического музыкального раздела в таком портале «Кольта», может быть, вы когда-то читали, такой известный портал, там по разным видам искусства, она это назвала «Нас поставили на паузу». Пожалуй, такое очень точное выражение. Вот Марина Гайкович, заведующая отделом культуры независимой газеты, тоже моя коллега добрая, написала «Сезон оборвался на самом интересном месте». Вот действительно, потому что, знаете, вот сезон, вот он хоть и начинается в сентябре, но он очень долго раскручивается. Вот этот, знаете, как паровоз, он набирает скорость очень постепенно. Вот он, вначале еще можно впрыгнуть, да, на подножку, в вагон. И вот пока он чух-чух-чух-чух-чух, он набирает вот эту скорость. Например, у Гергиева вообще все происходит только во второй части сезона. То есть осенью ничего такого не происходит, ни премьеры, ничего. Все отыгрывает то, что было в прошлом сезоне. И, наконец, ну, январь, естественно... У Башмета все равно главные события наступают вот в его день рождения, 24 января у него день рождения, и тут у него Московский фестиваль появился, сразу следом Сочинский, потом Ярославль. Все равно все во второй части сезона. То есть это начало года на вторая часть сезона. Вот, да, вот как-то так получается. Только Большой театр работает у нас очень планомерно вот у них. Вот все как-то честь по чести. И все равно главные премьеры, но они где-то не в сентябре. Вот все-таки людям надо войти вот в этот режим после отпуска, после гастрольного графика. Вот входят, и как раз к марту, в марте начинается уже разворачивается во всю шире золотая маска. И вот нас оборвали, конечно, вот прям, вот, знаете, прямо вот на взлете. И это, конечно, было, ну, шоком, просто настоящим шоком. Вот, и вот очень интересное наблюдение. Ну, во-первых, как тренд сезона, многие, конечно, отметили вот эту цифровизацию, тотальную цифровизацию, которая, в принципе, изменила вообще, понимаете, вот всю структуру. Вот знаете, как химическая структура клетки, она полностью изменилась. То есть это, так сказать, было, вот, изменишь там формулу, уже там это не водород, а вода там, не вода, а кислород. Вот здесь полностью изменилась вот эта структура, формула изменилась. Потому что вот эта цифровизация, то есть то, что мы в онлайн смотрели иногда, да, вот я могла посмотреть какой-нибудь концерт, например, «Филармония», они, в принципе, многое транслируют. И когда нам выбросили вот эти архивные записи в диком совершенно количестве, тут тоже очень интересная вещь выяснялась. Например, наши коллеги-драматические критики, вдруг они, значит, поняли, что можно смотреть спектакли, но есть ли желающие их смотреть? Оказалось, что всё-таки музыку, допустим, оперы, концерты, посмотреть как-то, ну, людям это как-то более понятно, чем смотреть драматический спектакль. И аудитория, вот это пишет Лариса Барыкина, это тоже моя коллега, она живёт в Екатеринбурге, известный наш критик. Она пишет, что один из парадоксов сезона в том, что публика концертов и оперных трансляций была многочисленнее публики спектаклей драматических. Музыка оказалась великим терапевтом, и число меломанов прибыло. Ну, а Пётр Поспелов, тоже известный критик, написал, что тонны шедевров музыки и театра в онлайне привели к передозу. И дальше... Он очень смешно написал, что в онлайне нельзя только одно – делать детей. Сказал Пётр Поспелов. Естественно, я, как автор программы «Музыка в событиях», у меня такая программа, тоже встал передо мной вопрос, а, собственно, какие события, чем заполнять эфир? Тем не менее, я делала все время новый программ. Даже когда сама болела коронавирусом, тем не менее, все можно было сделать по телефону, как выяснилось, с помощью вот замечательного режиссера Станислава Миловидова, который вот мне очень помогал, вот, который умеет это дома все монтировать. И, естественно, я записывала очень многих музыкантов, что они делают. И спрашивала вообще, а как вы вот реагируете на всю ситуацию, что вы конкретно делаете, не только как музыканты, а просто как люди. Ну, вот, допустим, Костя Емельянов, вот здесь написано, кто он такой, но вообще вы его знаете? Нет? Ну, на мой взгляд, вот на мой личный взгляд, это просто открытие прошлого сезона. Это совершенно замечательный молодой музыкант. Он стал лауреатом конкурса Чайковского, вот последнего конкурса, который был как раз летом 19-го года здесь, в консерватории. Он получил третью премию, на мой взгляд, и не только на мой, вообще, ну, был достоин большего. Вот, в этом смысле я делала интервью с Катей Мечетиной. Мечетину, знаете? Екатерину Мечетину, пианистку. Ну, вы-то, конечно, знаете. Собственно, Костя учился у ее мамы, вот она считает, что, конечно, Костя был достоин большего. Ну, меня, честно говоря, потрясла его игра, а меня редко что-то потрясает, потому что уже настолько ухо профессионально замылено, уже столько всего слышал, переслышал, видел, перевидел, что вот чтобы тебя что-то потрясло, ну, правда, это редко бывает. Вот Костя у меня прям потряс совершенно. Дивный, тонкий музыкант. И вот я с ним разговаривала, он мне сказал, что он больше всего, он говорит, я понял, что, ну, в принципе, он заканчивал аспирантурой, но было что делать, он учил новую программу, готовит там диск к записи. Но больше всего он мне сказал, я понял, что я соскучился по аэропорту Шереметьево. Вот по этому запаху, по этим самолетам, по этой суете аэропортовской. Вот, понимаете, и вот это было очень интересно вообще от него узнать. Разговаривала еще с одним человеком, он прямо звонил ему в Лондон, его зовут Оливер Зефман, дирижер, основатель оркестра Мелос-Симфония. Он придумал такой проект, называется «Восемь песен в изоляции». Вот, это он сделал вот сейчас, в августе, привлек восемь песен в изоляции. Он мне объяснил, почему восемь, потому что он это сделал, как единую оперу. Он заказал восьми разным композиторам, маленькие восемь кусочков, разные тексты, абсолютно все разное, чтобы быстро это сделать. Вот если бы я заказывала там часовой оперу одному, он бы там годами писал, а мне надо было сейчас, вот в тему. И в том числе там наш Илья Димутский у него участвовал. Илья Димутский – это тот человек, который написал музыку для Нуреева. Может быть, слышали балет в Большом театре, да, шоу вот известный? Вот, балет Нуреев, балет «Герой нашего времени», ну, такой молодой, раскрученный очень у нас композитор. Вот они сделали вот эти вот кусочки, писали они каждый у себя, некоторые даже как караоке писали, значит, аккомпанемент там, вокалист здесь, совершенно другой точки земной уже. Ну, это такая интересная история. Ну, люди пытались хоть как-то выразить свое отношение к тому, что происходит. Вот разговаривала я дальше, да, ой, вот, с Александром Рудиным. Говорю, Александр Израильевич, вот как вы проводите пандемию? Он говорит, а мне вообще все нравится. Вот, наконец, можно отдохнуть, и я без конца в какой-то суете. И некоторые сказали, что вот это то, что их поставили на стоп, они, наконец, посмотрели вокруг, что вокруг-то много всего, кроме гастрольных графиков, там, концертов, репетиций, есть там семья, у кого-то там сад-огород, кто-то там, не знаю, краснодеревщиком заделался, я вот тут слушала одного народного артиста, он там мебель изготавливал летом. Вот, и, в общем, у Бурудина как-то хорошее было настроение. Вот, например, чем занимался Александр Сладковский, Александр Витальевич. Он выпустил, как раз он дал нам хорошую пищу для программы «Музыка в событиях», он выпустил огромный вот такой бокс-сет «Чайковский-2020». Это, в общем, я считаю, историческое издание, потому что, вы понимаете, 2020, да? Вот сейчас анекдоты же про это ходят, что мы будем не столько встречать Новый год, сколько провожать старый. Ещё неизвестно, уйдёт ли он по своей воле. Ещё целый ряд сейчас анекдотов, что вот сейчас был еврейский Новый год, там 5000 какой-то, 71-й спрашивают, ой, а 2020 у вас был, а чем он закончился? Ну, в общем, масса анекдотов, но у вас, окей, это такое вот историческое издание. Тут инструментальные произведения, не все, тут нет инструментальных концертов, но все симфонии, там, овертюры, фантазии. Он это записывал прошлым летом, я даже была на записи в Казани, но выпустил именно к юбилею Чайковского, и это было очень приятно, что хоть что-то происходит вообще в музыкальной жизни. Вот когда всё стоит на стопе, всё-таки раз, вышел диск. Причём он вышел ещё и в цифровом варианте на платформе Apple, то есть его можно было реально любому человеку нажать на кнопку и в компьютере послушать. Это, конечно, здорово. Ну вот, например, вот эта чудесная девушка, я не знаю, знаете вы её или нет, Ада Инбиндер, вот она сейчас является заведующей отделом рукописи и печатных источников музея-заповедника Чайковского в Клину. Ну, Клинский музей-заповедник, я думаю, все знают, да, все знают, что там жил Чайковский, наверное, многие туда ездили, чудесное совершенно место в парке, вот, и там реально, это настоящий музей, потому что музеи очень многие бывают фейковые, если вы понимаете, о чём я, да, фейковые музеи, это так собрали что-то такое, ну, типа, например, как Пушкинский музей Захарова, ну, Подмосковье, там недалеко от больших везём, то есть, ну, собрали мебель этой поры, примерно что-то такое, вот, но там нет ничего реально от Пушкина, или, допустим, в Зальцбурге музей, где родился Моцарт в квартире, но там нет ничего от Моцарта, прям совсем ничего, понимаете, а это настоящий подлинный музей, там, во-первых, самый большой архив Чайковского, вот реально его все рукописи, всё, что он писал, и, во-вторых, его вещи, которые, конечно, сохранил его брат Модест Ильич, который, ну, свою жизнь положил на то, чтобы этот музей, чтобы он вообще был, и это вообще первый музей, посвящённый одному человеку в России, это первый настоящий музей, Модест Ильич, его брат, стал директором этого музея и выкупил очень многие вещи. И вот Ада Эйн Биндер, почему я так рассказываю долго, потому что её мама, Полина Ефимовна Вайдман, была хранителем архива Чайковского. И она вот недавно скончалась, и Ада, вот её дочь, она как бы вот приняла вот эту эстафету. Это люди, благодаря которым вот всё, что у нас есть, а это громадное национальное достояние, потому что Чайковский — это действительно наше всё, вот это наше всё хранится в одном доме кляну. Как говорит Бертман Дмитрий Александрович, руководитель Геликон-Опер, он очень этот музей любит, очень много сам туда вложил. Вот в этом доме он показывает, это не домик, где жил Чайковский, а рядом выстроено административное здание, там весь архив. Вот здесь денег больше, чем, не знаю, во всём Сбербанке. Потому что, представляете, что такой весь архив Чайковского в одном собранном месте. Сколько это вообще стоит? Это действительно национальное достояние. Вот Ада, в общем, за него ответственна. И сейчас она пишет книгу в ЖЗЛ, серия ЖЗЛ, это жизнь замечательных людей. Может быть, кто-то читал какие-то чьи-то биографии в этой серии, видели, да? Вот в этой ЖЗЛ выйдет книга её о Чайковском. А я с ней делала интервью, потому что я отслеживаю большие этапы написания этой книги. Потому что во многом я её и сосватывала, чтобы она её написала с издательством «Молодая гвардия». Вот как-то я их свела. И они договорились, что она должна её очень скоро уже сдать. А почему Чайковский мне как старший брат? Потому что, она говорит, мама её настолько занималась Чайковским всю жизнь, она единственная дочка, что мне всё время казалось, что у нас в доме главный ребёнок – это Пётр Ильич. И она даже говорила, кого ты, мама, больше любишь, меня или Петра Ильича? Вот. А она говорит, ну, конечно, Петра Ильича, он, так сказать, каши не просит, в общем, не хулиганит. И она говорит, что у меня всё время было с детства вот это ощущение, что он мне как старший брат. Почему я про Чайковского столько говорю? Потому что в мае, когда вот был разгар эпидемии, нас спас Чайковский. Потому что как раз 7 мая исполнилось 180 лет со дня его рождения. И всё-таки, хоть, конечно, юбилейных торжеств не было, ну, в таком прямом смысле слова, но хоть что-то было. Вот вышли диски Сладковского, вот пишет книгу там Ада. И мы придумали, мы придумали вот такой проект, который называется «Чайковский из дома». Проект совместно с журналом «Музыкальная жизнь». Что это такое? Это вот мы с Евгением Кривицкой, я не знаю, были ли вы позавчера на её семинарах, да. Вот мы с ней придумали, ну, надо что-то делать. Понимаете, вот это ощущение у многих, что надо что-то делать. Ну, нельзя просто сидеть и ждать, когда закончится карантин. И она говорит, ну, что вот мы можем сделать? Я говорю, а давай вот мы бросим клич, вот, чтобы люди, музыканты, сыграли на временах года, причём всех возрастов. Там у нас самый младший, ему 9 лет. Он, кстати, на второе место вышел. Совершенно чудный мальчик, я сейчас вам его покажу. Вот. И профессиональные музыканты, до Бориса Березовского откликнулись очень разные люди и прислали нам записи. И, соответственно, люди, которые просто читали журнал, точнее, сайт, они просто голосовали. Ну, конечно, за кого-то там голосовали их городами прям, особенно подмосковными, за каких-то там детей и так далее. Насколько объективно это голосование, трудно сказать, но то, что вот Костя Емельянов, который я вам показала, он стал победителем, мне кажется, это очень объективная история, потому что, ну, правда, он был лучше всех. Сейчас вы сами это услышите. Мне кажется, это хорошая такая история получилась, потому что и дети, и взрослые, и профессиональные, и будущие музыканты, или, может быть, вообще не музыканты, и любители объединились вот в этом проекте. И, ну, это было как-то, мне кажется, очень мило. Смотрите, вот видите, вот это все люди, которые поучаствовали. Ну, кого вы хотите сначала, Костю послушать, или Борис Березовский. Борис Березовский проводил карантин в Сочи, и он решил нам сыграть август, значит, жатву, прямо в тапочках, на каком-то там пианино. Это очень смешно, прикольно просто. Ну, мы ему очень благодарны, потому что, ну, такой мастер вот решил поучаствовать в нашем проекте. Западают клавиши. Сейчас посмотрим. Видите, в тапочках пляжных сидят. Педали там западали. Педали не работают. Ну, я думаю, что понятно, да? То есть, это очень трогательно, но надо сказать, что, несмотря на громкое имя, все знают Бориса Березовского, люди не отдали ему пальму. Первый, потому что, конечно, вот эти тапочки и само пианино, которые оставляют желать лучшего... Кстати, у многих были расстроены... А? Сыграл свою вот эти одну роль. Ну, он сыграл, да, но где-то в десятку он только попал у нас. А сколько всего было в пианино? Там около 30, по-моему. Вот, сейчас я вам покажу кого-нибудь. А? Об этом конкурсе, или вы как-то там негромко... Ну, мы как могли, так и, ну, естественно, центральный канал об этом не говорили. Я вам хочу показать мальчика, который у нас вышел на второе место. Петр Молев. Я потом с ним разговаривала, брала у него интервью. Мальчик совершенно замечательный, второклассник. Посмотрите, как он чудно сыграл. Причем он сыграл пьесу, которую никто не брал, «Январь». Ее вообще редко играют. Из Подмосковья, мальчик. Понятно, да? Что вы скажете про его игру? Хорошо. Причем школа у них не очень хорошая. Вот я с его мамой разговаривала потом. То есть, это, по-моему, мальчик из Воскресенска, мне кажется. Сейчас, секундочку. А? Да-да-да-да-да. Да, Воскресенска. Ученик детской школы даже искусств. Она говорит, школа у нас так себе. Я спрошу, говорю, Петь, ну, вы как собираетесь потом музыкантом стать? Ну, говорит, вряд ли, он говорит. Но, тем не менее, ну, это для второго класса, это просто вообще, это круто, да, да. Я бы сказала, что это круто. Вы знаете, «Экктябрь» сыграли крайне неудачно. Да, я могу вам, конечно, дать послушать. Сочи-то буквально. Ну, только на пиано, да, вообще? Ну, естественно, это же, ну, вот играл Зарецкий. Кстати, это сын известного органиста, Даниэля Зарецкого, который сейчас стал органистом года, вот буквально сейчас. У нас вот девочка Евдокия Гурских вместе с Петей, по-моему, второе место заняла. Она тоже, она город Жуковский. Вот песня «Жаворонка». Хотите маленький кусочек? Я прям вам совсем несколько секунд, чтобы вы просто представляли. Девочке 12 лет, по-моему. Да, в интернете. Ну, мальчик, мне кажется, круче. Мальчик, да. А? Или у него просто более выигрышный инструмент? Мне кажется, что у него просто качество исключения такой лучше, девочка, да, правда. Что-что? А я хотела сказать, что мальчик в качестве глубокого исключения лучше. Лучше, да. Но у него инструмент, понимаете, электронный, у него Ямаха электронный, а у неё какие-то немножко, извините, дровообразные какие-то пианино. Да, оно расстроено, у многих было расстроено, даже у профессиональных музыкантов. Потому что если естественный инструмент, ну, во-первых, карантин, как настроить инструмент, понимаете? Да, 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 да. А электронный инструмент оказались в выигрыше, потому что, по крайней мере, у них чистая интонация, понимаете? Это оказалось очень важно. А он убережал, что-то какой-то? Тоже какой-то вот... Ямаха. Нет, какая Ямаха? Он в Сочи был, он не дома. Ну, видишь, электронный пианинот. Ну, нет, по-моему, у него как раз натуральный пианинот. Нет, у него какой-то синтезатор. Синтезатор, да? Нет, не покачиваю. Ямаха, в общем, какой-то не топовый синтезатор. Да. Звучало неплохо. Ну, в смысле, что... Нет, понимаете, но там... Стас, он как раз сказал, что у него что-то там с педалью. Он вот что-то, помните? Как раз это, по-моему, настоящее инструмент. Так, кого-то вы хотели... А, песню «Жаворонка». По-моему, у нас даже Людмила Берлинская. А, «Октябрь», да-да-да. Вы «Октябрь» хотели. Сейчас, по-моему, Берлинская у нас играла. И тоже как-то неудачно. Людмила Берлинская, очень известная пианистка. Она во Франции живёт. Ну, послушайте. Вроде она простая, эта «Осенняя песня», а, знаете, вот она непростая. Тоже подрастроена, слышите? Ну, послушайте. Ну вот что вы сразу можете сказать? Вот в чём минус этой записи? Нет, у неё очень, вот на мой взгляд, главный минус рубата. Знаете, что такое рубата? Это неровный темп. Обычно рубата используют шапки, вот это жутко, вот это всё волюнтаристски. Композитор так не писал. И это как-то неуместно. Это сразу немножко какой-то не очень вкус выдержан. Это вот на мой взгляд. Но люди оценили тоже не очень. То есть, значит... Да, хотя это рояль. Да, да, да. И вот послушайте... Да, 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 согласна с вами. И вот послушайте, как Костя отнёсся. Насколько вот он просто, вы знаете, вот на мой взгляд, прямо на голову выше всех вообще. Вот на мой взгляд. Причём он интересный. Он играл, значит, на Ямахе, но он записывал как бы дважды. Он сначала сыграл звук отдельно, картинку сделал отдельно. Вот посмотрите его. Погромче сделала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, он мне в интервью сказал удивительную вещь Что он, оказывается, никогда не играл времена года Что он специально для нашего проекта это выучил И что теперь у него родилась сразу идея записать Все в общем, все в общем Да? Но вообще он Чайковского играл совершенно фантастически На конкурсе Чайковского в 19-м году И как раз он мне и запал этим Как он это играет Ведь пьесы вроде бы нетрудные Но вот ты пойди вот так сыграй Вот с такой линией мелодии Вы правильно очень подметили И у него вот эта рубата абсолютно уместная Вот в том месте, где действительно надо было замедлить Да? Согласны? Да-да-да Поэтому он у нас и победил. Но этот проект стал примером того, что можно всё равно что-то делать, даже в таких совершенно сложных и чудовищных обстоятельствах, в которых мы все оказались. Сейчас я вам хочу сказать, что мы тут, конечно, в Москве варились в своём соку, а вот как жили люди в регионах, как они сейчас выживают. Я сейчас хочу вам дать интервью, послушать человека, который возглавляет Нижегородский оперный театр. Буквально на прошлой неделе мы там были в командировке, и художественный руководитель рассказал, как провинции, как они справились вообще с этой ситуацией, что они делали. Это Александр Топлов, художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета. Театр до сих пор, хочу сказать, закрыт, и неизвестно, когда откроется. У нас сегодня тема, как вообще театры, как концертные залы пережили пандемию. И вот мы немножечко так в курсе, как это происходило в Москве, в Петербурге. Доехали до Нижнего Новгорода, и, безусловно, очень интересно, а что в регионах происходит, какие сейчас настроения, как вы прожили вот это время, что вы собираетесь делать, когда открываетесь, вот всё вот это. Мы в этой ситуации все вошли в ту атмосферу, когда весь мир стал какой-то такой стоп-кадр. И это коснулось абсолютно всех сфер, и не только театрами, и не только в России, во всём мире. И в этой ситуации мы должны были заниматься тем, чем до этого никогда не занимались. Ну, например, осваивать какие-то новые программы с подготовкой каких-то онлайн-роликов, копать какие-то новые материалы. И, конечно, в этой ситуации мы сняли более 200 роликов и подсчитали просмотров, но у нас более 5 миллионов просмотров. Для Нижнего Новгорода это очень хороший результат. Ну, правда, мы, конечно, смотрели не только в Нижнего Новгорода, но тем не менее. У нас перенеслись два спектакля. Это вот премьера оперы Моцарта и Свадьбы Фидора в постановке «Белянушкина» на художнике Виктор Шельфрук. И 7 мая мы планировали спектакль «Легенда о шелкунчике». Мы его позиционировали как синема-балет, потому что мы захотели соединить бессловестную форму. Первая бессловестная форма искусства – это балет. Вторая – это кино, мой кино, чёрно-белое кино. Раз не мой чёрно-белое кино, значит, копёр. И вот такая была мысль подготовить спектакль. Это не столько обучено, сколько уже Димитра Ильича Чирковского. И сейчас, в контексте его 180-летия с одного рождения, это, кстати, было наиболее актуально. Но вот до сих пор Нижнего Новгородская область находится под запретом. До сих пор у нас ограничения. И мы не открылись, ну вот, хотя уже была поездка в Кострому. Вот сейчас мы в Валентин-Корсар и еще поедем в Челябинск. Тем не менее, мы как-то изначально, потому что 4 сентября откроемся, потому что 4 октября откроемся, но до сих пор нет этого понимания. Я сам чувствую, что он в больницу недавно попал. И уже как человек, прилегавший в больницу, можно сказать, что... Он только из больницы вышел, с ковидом. И одно дело какие-то стратегические вещи. Там когда самолеты, а другой в театр, может быть определенная вспышка. И мы очень соскучились по публике, мы очень соскучились по вот этой вот живой химии, которая возникает между зрителями и артистами. Но до сих пор мы находимся лишь в стадии репетиции. И то с ограничением по возможности. У нас нет массовых сцен, стараемся работать группами. Всегда санитарная обработка между репетициями. Это касается и балета, и утера. Но тем не менее, как я когда раз говорил, новые ограничения дали нам и новые горизонты. И это новые. Поэтому мы сейчас посмотрели на свою театральную деятельность. Под разными углами. Но тем не менее, все эти разные углы, как я говорю, возможно, не дополняют, но не изменяют атмосферу живого оперного театра, театра первого времени. Но все-таки есть какие-то планы? А, Б, С? Какие? Нас как-то всегда приучали, и я всегда ругался, что должны быть благосрочные планы. Когда в прошлом году заступил на должность, это был 1 июля, был сформирован до меня план на август. И то там был выпуск. А на сентября уже планы не было. Я думаю, как такое может быть? Хотя бы на 3 месяца должен быть план, потому что приходят те же самые люди в билетную кассу. Допустим, они хотят попасть на поле, там, не знаю, в ЖЗ. Нет в сентябре. И когда кассир говорит, ну, пожалуйста, купите ЖЗ в октябре, или в ноябре, или в декабре, покупают этот билет. И это нормальный закон у любого типа театра, даже не только театр, вообще маркетинг стоит, когда есть благосрочное планирование. Увы, ях, на сегодняшний момент вот все наши установки, правильные установки благосрочного планирования превратились в краткосрочное планирование. Вот скажите, театр вообще может жить одним днем? Нет. Это, представляете, что это такое вообще? Когда театр обычно, ну, вот западные театры имели план, как вы думаете, на сколько вперед? На 2 года. На 2, а то и 3 года. Почему артист какой-нибудь там, Анна, не треб какой-то. Так, я сейчас посмотрю, что я там делаю 23 апреля 2023 года. У нее уже все расписано. Сейчас все это рухнуло, и рухнуло прям порой, это в некоторых случаях совсем рухнуло. Например, знаете ли вы, что вот этот сезон вообще отменен театром Метрополитен-опера, например? А это самый крупный на сегодняшний день театр, во всех отношениях крупный. Во-первых, это как бы средоточие всех главных сил оперных, во-вторых, он самый большой. У него вместимость 3700 мест. Значит, распущен оркестр. Причем это театр, естественно, не государственный. В Америке нет понятия государственный театр или оркестр. То есть люди ушли вообще в никуда. И еще неизвестно, сумеют ли они потом собрать, когда придет время, надо будет собирать музыкантов. Кого они соберут? Понимаете? Через год. Более того, очень сложным положением оказались и лондонские театры. Ковенгарден, английская национальная опера. И Альберт Холл, громадный концертный зал, самый большой в мире, в Лондоне. Вы знаете, какая его вместимость? Альберт Холла. До 8000 мест. Вот если все заполнить. А там, значит, смотрите, там внизу, как бы такой, ну как у нас говорят, танцующий партер, но он не танцующий, там обычно люди просто на полу, или они стоят, или они садятся, плюхаются на пол, и обычно самые такие упертые любители с партитурами в руках, вот они там. И огромное количество ярусов, то есть там на верхнем ярусе просто вот мне было страшно, я туда пошла просто на экскурсию, это где-то вот, вообще, это от птичьего полета, то есть это как, наверное, полтора больших театров. Ну я имею в виду по высоте, и очень большая вот вместимость, то есть там не всегда 8000 набирается, то есть у театров иногда бывает такой люфт, да, вот может быть чуть меньше, чуть больше, но вот максимальная загрузка какая-то совершенно немыслимая. Тоже на грани фола, у Парижской оперы очень большие проблемы, вот они сейчас, они перенесли свой ремонт, который должен был по плану состояться в 2021 году, перенесли на вот этот год, чтобы это время не потерять, но тоже там жуткие финансовые трудности, поэтому вообще непонятно, насколько ощипанными и какими перьями выйдут все эти театры в итоге, когда все-таки начнется какая-то нормальная жизнь. То есть в нашем случае немножко легче всем, потому что как бы ни было тяжело, но все-таки зарплату получают государственные, понимаете, наши театры, наши музыканты. Вот, я хочу вам рассказать о том, что все-таки происходило вот в самый разгар пандемии, то есть вот апрель, вот начиная вообще с конца марта, вот апрель, май, залы концертные решили все-таки музыкантов поддержать, может быть, вы об этом знаете, они делали концерты онлайн, без публики. Как это выглядело? Вот как вы считаете, вот что такое концерт без публики? Как это вообще? Как репетиции генеральные, я считаю. Это прям мои мысли читаете, абсолютно. Даже, да, вот они действительно похожи на репетиции. Я вам хочу сейчас показать, как это происходило в зале Чайковского. Один из активных участников этих концертов, у меня просто тут ссылочка есть. Вот она. Значит, в зале Чайковского это называлось «Домашние концерты». Публики никакой не было, правда, музыкантам добрая администрация выносила цветы. Вот здесь, значит, смотрите, здесь, в принципе, трио играет, вот молодые музыканты. Александр Рам, вот слева, вот он, виолончелист, он лауреат конкурса Чайковского. Наверное, вы слышали такую фамилию? Вот это Павел Милюков, известный тоже лауреат конкурса Чайковского, и Филипп Коплачевский. Он не лауреат, но он два раза участвовал в конкурсе Чайковского, тоже довольно известный музыкант. Вот, сейчас мы посмотрим кусочек. Они сейчас сыграют, опять же, все того же Чайковского, я хочу. Вот, «Домашний сезон», видите, вот, концерты без публики. Вот, «Ноктюр» знаменитый. Стас, не знаю, как убрать вот это. А, все, убралось. Наверное, слышали эту музыку, да? Очень известно. Вообще, это фортепьян, да? я вам сейчас хочу показать, как они раскланиваются. Вот это самое забавное, потому что, вот представьте, вот пустой зал, причем большой зал, вот даже не такой. Даже мне вот сейчас, честно говоря, конечно, дико вот рассказывать, но все-таки хотелось, а там вообще никого нет, а 1600 мест. Представляете себе? И вот как это заканчивается, сейчас я вам покажу. А это уже варгавтик, там еще ведущий. Сейчас, вот посмотрите просто. И вот они заканчиваются. Вот, представляете, вот пустые места. Чёрные. Чёрные. Сейчас я вам вынесу цветы. Они даже как бы кланяются, только непонятно кому. Вот. Они кланяются как бы онлайн-аудитории. Это, конечно, очень-очень сложно. Вот. Но в зале Чайковского еще хоть как-то с цветами организовано. А вот то, что происходило в Заряде, ну, тоже мне директор Заряде, Ольга Эдуардовна Жукова, говорит, ну, мы решили поддержать музыкантов. То есть, ну, им хотелось тоже что-то делать. Мы им решили. Вот. Еще одно велическое отступление, друзья, нам будет. Я, значит, сейчас вам покажу, как там, концерт, сейчас вам, который хочу показать. Это Мириам Мирабова. Это джазовый концерт. Вот там действительно то, что вы сказали. Вот ощущение, что это вообще репетиция происходит. То есть, вот у меня сложилось вот такое мнение, что музыканты, видимо, вот сконцентрироваться не могут так, как на концерте. Это просто, видимо, невозможно. Без публики все сделать, как будто она есть. нету, нету, да. Сейчас покажу вам. Вот. Все как бы хорошо, но это выглядит как некая такая тусовка. Я причем посмотрела несколько концертов вот этих онлайн от Мирабова. Сейчас я вам скажу. Самый финал я хочу вам показать. Где-то вот отсюда. Сейчас вы узнаете эту песню. Скажите мне сейчас, чья это песня, как называется она. Знаете эту песню? Кто ее автор? Кто знает? Правильно. Рейчард. Некоторые грузины считают, что это о Грузии, но это не о Грузии. Джорджи — это штат, да, и Джорджи — это Грузия тоже. Видите, Зарядье избегает показа пустого зала. К сожалению, ГЗЧ, видимо, так уже стоят. Понимаете, они же постоянно снимают, у них это принято. И, видимо, я так понимаю, у них стационарно стоят камеры уже вот издалека. И вот это жуткое ощущение этой пустоты. А здесь в основном сцену показывают. Я сейчас покажу, как это все закончилось. Вот, вам. Сейчас. Шикарно. Вот, тоже цветы принесли. Будьте здоровы, все будет хорошо. Ну, каждому поверю. Видите, зал не показывают просто. И вот они пошли. Но ведь так не может быть на концерте. Правда? Не говоря уже об одежде, ну ладно, одежда для джазовых еще ничего. Но здесь должны быть аплодисменты. Могли бы сделать тогда просто видео, специальное видео, вот это уже аплодисменты, как обычно делают. Ну, вот здесь вот ощущение репетиции, вот оно не покидает, да? Так, ну все, мы с этим, значит, думаю, закончим. Генеральный прогон, так оно и бывает. Ну, в принципе, да, 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 да. Ну, вот смотрите, по поводу онлайн возникло очень много вопросов вообще, потому что вот это пугающее количество, вот где-то в апреле, в мае было очень много не только онлайн, а сразу стали театры выкладывать, даже драматические, то, что у них там просто, ну, в запасниках, что называется, там где-то хранилось, они стали это вытаскивать на свет божий и прямо то один театр, то другой, посмотрите это, это, архивы, и в том числе западные театры, и Метрополит там все свои архивы повытаскала, просто, честно говоря, завалили вот этим. Это даже не онлайн, на самом деле, это не то, что происходило вот сейчас, здесь и сейчас, а это то, что у них лежало в записях, они это просто предоставили для аудитории возможность посмотреть. Вот. Ольга Эдуардовна Жукова мне потрясающе сама сказала в ответ на вопрос, что вот этот онлайн вообще, что это такое было? Она говорит, ну, я провела такой опрос среди своих друзей, музыкантов, менеджеров, и спросила, она говорит, только, пожалуйста, мне честно ответьте, по чесноку, она сказала, кто смотрел вот все эти трансляции, эти архивные записи онлайн. И много ли вы смотрели? Только честно. Угадайте, какой был ответ? Мне кажется, мало. Именно. Почти никто ничего и не смотрел. И, понимаете, вот мои коллеги, они хорошо на этот вопрос тоже ответили, потому что, когда у тебя есть возможность выбора, пойти или посмотреть онлайн, ты иногда думаешь, ладно, погода плохая, допустим, Плетнев сегодня там играет, а я посмотрю, сидя на диване, вот, но у тебя есть возможность выбора. А когда у тебя нет этой возможности, вот только это, и к тому же, вот это, то, что происходило давно, или вот в таком варианте без публики, как-то это неинтересно. То есть, в этом нет событий, потому что выяснилось, что мы не просто наслаждаемся какой-то музыкой или там спектаклем, а нужно, а, чтобы это было событие, чтобы ты туда собрался, пошел и с кем-то пообщался. Даже, может быть, не с кем-то, а с этим вот искусством, но напрямую. То есть, вот этот фактор общения, это важнейший вопрос. Когда ты сидишь у компьютера, ты не общаешься. Хотя, с другой стороны, я думаю, многие из вас подсели на сериалы. Возможно, именно во время карантина. Не так ли? Вот, подсеяли. Прекрасно. А какие вы смотрели сериалы? Смотрели ли вы те, которые посвящены вот этому периоду? И тогда назовите мне, какие? Несколько фильмов были. Ну, какие? По-круче. Не только там эпидемии, что ли, какие были эпидемии. Назывались, которые смотрели... Ну, эпидемии – это старый фильм, 13-го, 14-го года. Просто сценарий жизни, он как бы срисовал. Ну, я выходил. А? Да, я выходил. Сейчас тоже эпидемия, как это называется, 20-го года. Да? Этемия началась. И в те... Вот я, например, посмотрела сериал «Окаянные дни». Никто не видел. Ну, это Светлакова, это ужасно смешно. Посмотрите, прямо про карантин обсмеивается вот это все. Понимаете? И особенно, конечно, удаленка вот эта. Это очень смешно, когда там делают массаж по удаленке и так далее. Ну, просто это забавно, действительно. Интересно, да? А, когда там, нужно было, куда-то вы из тебя там пленили, маску тебе пришивали, ну, вот такое вот. Ну, средние века. Понятно. Ну, когда я назвал, мне это интересно? Нет, ну, это просто еще и талантливо сделать. А я вам еще одну штуку скажу. Есть такой онлайн Кино для торговка. Ого! Я там. Значит, вот я на него конкретно с женой подсел. Ну, хорош, страшно. Значит, благо были некие средства, значит, некие подарки с магазина, когда мы и новый телек купили. А телек, когда в нем хорошее изображение 4К и звук, это очень серьезно. Значит, так вот Ковка договорились со Зберманком, профинансировали от артистов, наших эстранников, значит, и Лепс. В отсутствие аудитории. Ну, были приглашены друзья, портрет, все, такая кирейная атмосфера. Он был мокрый, с него все текло. Он отдавался, как по-настоящему, когда, ну, были, естественно, закадровые аплализы, вот, то есть, все по-взрослому. И я смотрел реальный концерт на огромном экране, смотря Лепсу в глаза, вот, в его совершенно мокрую рубашку. Вот, посмотрите, раз интереса его Попка. ну, влияем наших эстранников, вот, там, не только он, там, ну, Так вы поклонник Лепса? Нет, я поклонник артиста, который выкладывается, весь выкладывается, либо перед аудиторией, либо при ее отсутствии. Но он живет этим, он, он мокрый, реально с него течет. Это показатель. Вот, мне это нравится. Ну, значит, они поняли, что надо сделать все-таки как бы квази-живое исполнение. Контитум, все сидят дома, но это переживание реальное. Вот, я зритель, я смотрю, я сопереживаю. Он, ты же исполнитель, я не беру, так сказать, все эти аспекты. Понятно. Но то, что он исполняет, он видит в это. И это здорово. Нет, ну, у меня Рабова тоже хорошо отработала. Я просто говорю о том, что все равно чувствуется нехватка вот этого фидбэка, то, что называется. То есть, вот этой обратной связи. Вот, смотрите, первые концерты, собственно, уже живые, они, и спектакли, они знаете, когда начались? Не знаете? А? Нет, вы знаете, в Петербурге, уже в 20-х числах, начались спектакли в Мариинском театре. Сначала они были в концертном исполнении. Такие, как у нас говорят на нашем сленге, немного населенные, то есть, без хора, там, на сцене, с немножко таким купированным оркестром, то есть, уменьшенным по составу. Вот. Тем не менее, они были вживую. В Петербурге начались спектакли уже в 20-х числах июня, а уже, да, 2-го июля у Дениса Мацуева, сейчас я вам хотела даже показать, был концерт. Вот он. 2-го июля, у него, дело в том, что у него в июне был день рождения, 45 лет, и он не смог его отпраздновать. И договорились, что в парке Заряде вот у него был концерт, но без публики. И, понимаете, было видно, как он прямо страдал. Во-первых, он сначала вышел в маске, причем не просто, а вот этот респиратор у него был, он играл. Потом он все-таки маску бросил, потому что, видимо, невозможно играть. Вот. И он сказал со сцены, что это будет последний концерт без публики. И действительно, он как в воду глядел, как будто он прям все знает. Вот. А в конце июля начался вот первый живой такой фестиваль в московском регионе. Первый. Это фестиваль все того же самого Чайковского в Клину. И посмотрите, тут никакой шахматной рассадки. Битком народу. Я, честно говоря, даже была потрясена такому энтузиазму публики. То есть она ничего не побоялась. Все пришли. Там геликун-опера была, там башметовский оркестр. В общем, хороший очень артист. Там и Мацуев был. Вот. И как-то вроде процесс пошел. После этого уже филармония начала августовскую серию концертов. Еще пока одноактных, небольших, но тем не менее. Вот. Поэтому как-то вот жизнь вроде бы затеплилась. Сейчас у нас уже и Большой театр открылся. Станиславского Немировича Данченко открылся. Филармония уже на полную катушку работает. Вот если говорить о Москве, но все не так везде хорошо. Как я вам говорила, в Нижнем Новгороде пока филармония вроде бы даже открылась. Вот вчера еще открылась Белгородская филармония. Но видите, оперный театр даже не знает, как он будет жить завтра, как мы поняли. Вот. Но на Западе все, как я вам сказала, совсем не радостно. И вот мне хотелось, конечно, вам показать... Нет, прежде чем я вам покажу Ольгу Дардену Жукову, я хотела бы вам все-таки задать вопрос. Вопросы такие. Первое. Что вы делали в карантин? Было ли у вас какой-то момент отчаяния? Или все-таки был какой-то конструктив, что вы подумали, что вы какие-то не сделанные дела, какие-то незакрытые гештальты закроете? И что вы думаете об онлайн-трансляциях? Я сейчас кидаю ряд вопросов, а вы отвечаете на что хотите. Вот. Не кажется ли вам, что вот этот онлайн, переход вообще в цифру может вообще убить некоторые профессии? Ну, в том числе убить вообще живой концерт как формат, убить даже журналистику вокруг этого? Вот. Что вы об этом думаете? А все... Короче говоря, вопросы все вокруг карантина, вокруг этой пандемии и того, что вот нового появилось. Полина. Я в пылье в вашем детстве поле другого и, собственно, нам пришлось всем прийти на онлайн-опрочение. А пор онлайн это, мне кажется, самое ужасное, что можно произойти еще к себе 50 лет. И, в общем, ситуация была такая, что три месяца мы рефицировали онлайн. На День России у нас была съемка, собрали 30 человек, всех там полтора метра и два часа мы заставляли как-то вместе петь. То есть профессиональный ход, казалось бы, мы разучились. Подождите, а где, в каком пространстве собрались, что через полтора метра тридцать? На улице была съемка, это была Россия-1. Мы снимали. А на какой улице? Там были какие-то посторонние шумы? Это была сложненькая. Да, там были и посторонние шумы. А, конечно. Это был центр Москвы. Только-только все открылось, там толпы народу гуляют. В данный момент у нас до сих пор нет помещений, так как школы закрылись. Опять-таки, до 1 октября мы сказали, что мы начнем заниматься, вот первые даже прибыли начать. И вот первые нам говорят, что все, что, закрывается. И скоро ушло около 20 человек, пришло человек 5. Ну, старшую группу, здесь полный набор, и непонятно вообще, что будет. Поэтому для меня вот этот переход онлайн, это, мне кажется, максимальное ужасное событие, когда ты не понимаешь, что вообще будет, когда отменилось 50-летие в Кремле, отменился концерт в Кроп, Сити-Хоре, отменился в Музыке. Нету ни помещений. А что такое 50-летие? Хор 50 лет. У нас тоже будет концерт. А как хор называется? Ваши детский хор это хор. А, вы в нем поете? Так, кто еще что-то может сказать? Да. Ну, я хочу сказать, что, во-первых, отвечая на ваш последний вопрос, я считаю, что никогда онлайн-формат полностью не заменен живой, потому что, ну, я вообще театрал, я ходила до карантина почти каждый вечер куда-нибудь. Для меня это, конечно, был ужас, вот, что все закрыли, что у меня прям кусок из жизни очень значительный отрезали. и вот то, что вы говорили в Муринском театре, я как раз в июле была в Петербурге, я была 4 дня, 4 раза я ходила в Муринский театр, попала на Гергеева, кстати, один из, и я видела, вот, с каким энтузиазмом люди шли в театр. Я была, Гергиев гирижировала Регалетта, а еще я посмотрела Кармен, концерт оперных артистов, лауреатов конкурса Чайковского, и первую сейчас забыла, какая, какую. Понимаете, сейчас очень трудно артистам, потому что, как Бертман сказал, некоторые балетные артисты и оперные, кстати, репетируют в автомобилях, потому что в театр их не пускают на репетиции, а дома соседи тоже страшно возмущаются, поэтому вот его, мои солисты, Геликон, представляете, репетируют в автомобилях. И как форму, как форму держать, и балетные, балетные в квартирах репетируют, представляете? Потому что даже вы говорите про музыку, да? Вот у нас была подготовка к конкурсам у Никиты, серьезные конкурсы, соседи, тоже, представляете, так бы они на работу ходили, и дети бы ходили там в школу, детский сад, они сидели дома, и они уставали от нашей музыки, хотя музыка прекрасная, я говорила, кто-то бы наоборот радовался, что бесплатные концерты получают, да? виброфон, понимаете? ну вот ударная установка у нас, да, то есть это ударный инструмент, да, ударная установка у нас, и виброфон, ксилофон, там масса, ударная установка. Мы сделали даже звукоизоляцию, нам пришлось сделать звукоизоляцию в комнате, потому что, ну, квартира не была предусмотрена для того, чтобы, ну, как бы заниматься столько времени, понимаете, мы купили эти все звукоизоляционные материалы, муж это все сделал, панели эти делал, и мы записывали, и все конкурсы нам пришлось записываться в доме, мы купили аппаратуру дорогую, для того, чтобы можно было все эти зумы, микрофоны, это стоило денег, то есть мы пострадали материально даже, да, скажем, но мы отправляли эти видео, ну, не дилетантские, как бы вот, видно, что некоторые были сделаны просто там на телефончик, и без подзвучки, мы это сделали все это колоссально, да, но были вот такие вопросы, что просто музыка, занимался ребенок, конечно, очень много, потому что на улицу нельзя, да, и он самыми днями занимался, плюс есть, что как бы выросли, да, много произведений новых изучил, вот, но минусы тоже, прямо конкретные, да, Весок, где вот он, ваш метод, да, этот юношеский оркестр, они придумали 9 мая, онлайн, значит, вот тоже провести поздравление ветеранам, произвести, да, это было что-то, потому что там даже не синхронизировали этих музыкантов, мы отправляли видео, ребенок играл на ударной установке, мы уж попросили потерпеть, ему вот как бы вот, да, мы на ударной установке, мы запишем, это вот он же играет, он на всем играет, а вы на ударной играет, да, и вот мы представьте, вот все это присылали, вот синхронизировали старались, а потом, когда посмотрели на результат, я говорю, ну как бы вот, наши старания, а картинка-то была, по несколько секунд нас показывали. Скажите, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, сейчас на него ответит, по моей просьбе, Ольга Эдуардовна Жукова, директор зала «Зарядье», вы знаете, да, самого молодого, такого продвинутого зала, на сегодняшний день, в Москве, ну, продвинутого, в смысле, по техническим параметрам, самый, конечно, такой зал, современный, новый, да, у него только начало третьего сезона, и в итоге они провели реально полтора сезона, то есть их совсем на взлете вообще подрезали, им крылья, вопрос такой, есть ли у этой пандемии, у карантина, какие-то необратимые последствия? Вот быстро тоже одной фразы, я бы хотела, чтобы вы ответили, а потом послушаем, что думает Ольга Эдуардовна об этом. Вот давайте с вас начнем. Мне кажется, пока очень сложно, ну, во-первых, она еще не закончилась, и, ну, не знаю, мне кажется, пока сложно ответить на этот вопрос. Как вы понимаете? Необратимые потерять можно, мне кажется, просто квалификацию свою, и интерес может перегореть, музыкант может перегореть. То есть какой-то лагоральный, ну, вот вы знаете, вот мы как можем, сможем поддерживать, он не понимает сейчас, вот в сути. А что думает ваше чадо? Вот хочу узнать, что же он скажет. Работать надо. Надо работать, каждый день, по много часов. Куда днемся? Надо работать, ничего не приходит. Ну да, то, что концертная деятельность, она, хотя бы, это итог его работы, понимаете? Когда ты просто работаешь, и ты никуда, но только лишь для того, чтобы отправлять кому-то видеозаписи, это интерес пропадает. потому что, потому что, очень честно связано с его общением. Он сразу говорит вам, я даже... Но вы считаете, что вот ваш сын считает, вы считаете, что ничего не потеряно, что все будет? Нет, почему? Я не могу сейчас это... Ну ты думаешь, вернется это или нет? Стас, что вы думаете? Есть необратимые последствия у произошедшего? Для профессий, скажем, артистов, журналистов, музыкантов? Нет, необратимые, конечно, есть, они скорее позитивные, необратимые последствия, но, как бы, людей будут меньше, там, журналистов будут меньше вооружить трудовой дисциплины, они будут работать в комфортном условии, их не будут гонять, куда-то там, зазря, вот, будет логистика более, более правильная, люди к этому привыкнут и поймут, что так можно делать, а с, как бы, ну, с выступлением, этому все вернется, действительно, то есть нужно, нужно живое общение, то есть, если, ну, то есть 90%, что будут дальше концерты, будут дальше спектакли, все будет, ну, то есть 10%, да, что может быть, вообще, все куда-то скатится, какой-нибудь апокалипсик, но это же, а наполняемость зала нельзя уменьшить, разве? Пусть приходит, просто будет сидеть вот через, ну, так сейчас и происходит, так сейчас и происходит, так, девочки, вот, мои пиарщицы, и Полина, что скажете, есть ли необратимые последствия, то есть такие изменения, которые уже вот так и останутся, то есть мы уже не вернемся, в чем-то. хочется все-таки немножечко обратить внимание на то, что пандемия, это болезнь, это вопрос здоровья, и, наверное, это не необратимые последствия. Покруче только говорите, я всем слышу. Необратимые последствия, что говорят, маленькое висительный зал, теперь будет, и она будет очень долго, сколько артистов перегорело, и, к сожалению, умерло, там, режиссеров, актеров, музыкантов. Это тоже, мне кажется, какие-то необъективные последствия в ситуации произошедшей. Ну, наверное, здоровье наше поживнуло у артистов, у многих, у пожки людей. Ну, это не такая уж болезнь, от которой нельзя отправиться, я думаю. Ну, я даже не говорю болезнь, я даже при самой болезни. А что вы думаете, когда ты сидишь дома? Если как? Из меня обратим, ну, мне кажется, что это, ну, ресурс-время, потому что, ну, мы в этом году заканчивали школу, 11 класс, и, как бы, обычно весной самая вот движуха, из-за такого слова, происходит именно вот последние три месяца школы. Ну, там, последний звонок, выпускной, все вот эти вот... Я, мне было просто обидно до слез. Я никогда так не хотела пойти в школу. Когда это все исчезло. А вы их раздавали? Да, мы раздавали. Ну, достаточно нормально. Вот. И было очень обидно, что у нас был онлайн последний звонок. Да. Это, конечно, вообще не то, но даже на этом звонке мы рыдали, как я не знаю кто. А мы сейчас не разный школьный заканчиваем, мы через средний заканчиваем, старший разный. Да. Она смотрит свой, я в школу. Да. Ну, мы в школьной все знакомились, собственно. Я смотрю свой, она смотрит свой, мы там плачем ребен. Я, конечно, в первом классе мечтала о том, как я буду танцевать, упасть, когда все будет красиво. Вот это точно необратимое. Вот это необратимое. Это самый необратимый, который не вернется. Это понятно. Так, давайте послушаем, что думает директор зала Зарядье про это. Ольга Дорн, вопрос такой, но все-таки вот эта вся пандемия, вся эта история беспрецедентная, как вы совершенно верно заметили, она имеет ли какие-то на ваш взгляд необратимые последствия? У нее юбилей было 50 лет, и у нее психологи, слушатели, зрители, для музыкантов. Вот что-то такое, что вот совсем изменило всю нашу ситуацию, и уже, может быть, что-то мы утратили, чего мы не вернем. Но я надеюсь, что нет. Другой вопрос, что действительно наш рынок, концертный рынок в мире академической музыки, он, конечно, рухнет. И давайте правые глаза смотреть, потому что не все так просто. И на восстановление уйдет достаточное количество времени, и это будут годы, и начиная с вашего жара до зрителей, сюда, и еще с вашим музыкантом, сейчас идут в восстановление, в том числе и балетные, и оперные, и певцы. И это все должно пройти время. Я уверена, что безозвратно ничего не утрачено. И я в этом отношении оптимист. И я думаю, просто должно пройти время. Сейчас прошло буквально всего полгода, заловы все хорн поживают, открываются, и у нас, в Москве, и в стране, и во всем мире. но на период восстановления, потому что мы знаем, например, что в той же Америке не открываются оперные театры, они закрыты, и они все оставили на глазах в первый год. Все они просто в Италии, все частично открывается, все они просто в Германии, в наших коллег, мы все это наблюдаем. У нас как раз еще самая неплохая ситуация, нам разрешили работать, хоть и с такой рассадкой, ну так или иначе нам разрешают работать. Но, чтобы во всем мире все пришло, восстановилось, я думаю, это несколько лет, может быть, два, три, а может быть, и пять лет. Когда будет, как, что называется, как вчера, как было в 2019 году. Не просто сейчас, вот мы знаем, что угнули все, например, концертные агентства, большие, мировые, там, что мы называем, Харестный Пэр, АМГ, это целый бизнес, и бизнесы, вот мы знаем, вот это, пожалуй, именно из классических единства, в плане, как занимаются академической музыкой, вот это, наверное, жалко, что это ушло, вот это ушло безвозвратно, на данный момент, потому что у них, они работали десятилетиями, а именно же, когда там сколько, в 70-80 лет, люди занимались классической музыкой, и его уже нет. Вот это то, что ушло с этой пандемией. Ну, значит, останутся сильнейшие, будет что-то другое, создадутся новое агентство, появятся новые агенты, без которых не могут работать классические музыканты, но пройдет время. Как-то мои вопросы такие. Это очень здорово, что вы такой оптимист, но вам не кажется, что все-таки надо что-то, может быть, усилить, как-то изменить промоушен вообще всей этой нашей работы? Ну, это правда, это я об этом всегда говорю, потому что, что касается, в хорошем смысле, промоушена, пиара, и мы должны как-то все залы, площадки в этом отношении музыканты объединиться, и больше о себе заявлять, и больше о себе говорить. Это правда, абсолютно, потому что, ну, мне кажется, не то, что все разобщились за время пандемии, но все как-то немножко за себя переживают, за свою историю, дальше что у него будет с карьерой, кто-то, как я сказала, потерял агента, кто-то потерял кучу контрактов, которые произошли. Немножко сейчас мы восстановимся, сейчас все откроются, и войдет в какую-то нормальную репетицию, пойдут, пойдут концерты, и должно это произойти, но еще раз говорю, не сразу, это не произойдет, вот так мы захотели. Это просто, и все должны просто об этом говорить и заявлять в каждом самом выступлении, как бы, потому что сейчас вообще, дай бог, чтобы мы работали, чтобы больше никаких закрытий, чтобы это все продолжалось, и мы должны как-то все объединиться. Ну, вот это просто. Спасибо. Кто с ней согласен, кто не согласен? Я согласен. Я не согласен. Я с ней тоже согласен. Но, действительно, уже потери пошли. Вот, крупнейшие вот эти агентства, действительно, вот АМГ и некоторые другие закрылись, видите, Метрополитен, я считаю, вообще в Америке, это, конечно, вообще коллапс оперного исполнительства, безусловно, закрытие театра на год, на самом деле, не на год, а они распустили оркестр без сохранения содержания еще тогда, вот, когда начался карантин. Ну, представляете, это уже как минимум полтора года. Что музыканту делать? Кто-то пойдет в таксисты. то есть, люди реально потеряют профессию, либо уедут из страны. Короче говоря, это уже необратимое последствие вот для Нью-Йорка конкретно, как мне кажется. Мне хотелось еще с вами сделать типа онлайн-конференцию в Зуме. Вот. А? Сейчас? Ну, хотелось сейчас, я не знаю, если есть у вас 5 минут. Ну как? Как мы делали в прошлый раз? То есть, значит, смотрите, мы делаем конференцию на следующую тему. Не убьет ли онлайн живые спектакли и концерты? Значит, нам нужен, давайте так, худрук Мариинского театра у нас есть, Валерий Абисалович, желающий тут и есть изобразить. А вот девочки, которые пришли, вы можете Гергиева изобразить. У нас будет пресс-конференция на тему. Да, идите сюда. Да, нам нужен Гергиев, нам нужен писатель либо Сорокин, либо Пелевин. Кто вам ближе? Стас, я думаю, вы изобразите. Пелевин или Сорокин? Пелевин. Хорошо. Режиссер Богомолов у нас есть? Вы Микер. Итак, значит, Гергиев, кто у нас Гергиев? Вы Гергиев? Хорошо, вы Гергиев. Значит, Богомолов кто? Я была Богомолов. Вы Богомолов. Станислав у нас будет Пелевиным. Так, а вот кто-нибудь типа или Светлакова, или Гаррика Бульдог-Харламова? Вот, есть у нас такие желающие? Гаррика. Вы хотите Гаррика изобразить? Гаррика, давайте, хорошо. Хорошо, да? А остальные у нас журналисты. Тогда вы идите вот туда. Значит, у нас идет пресс-конференция, у нас в президиуме сидит Валерий Бессалович Гергиев, Виктор Белевин, Константин Богомолов и Гаррик Бульдог-Харламов. Вы идите туда, вот к Станиславу. Значит, а вы, журналисты, должны повернуться к ним и задать вопрос. Значит, главный вопрос, тема конференции у нас такая. Не убьет ли онлайн живые концерты и спектакли? Значит, мы можем сделать так. Может, каждый из участников высказаться по этому поводу, либо вы какие-то вопросы. Вы готовы задать журналисты? У вас есть вопросы? Или мы попробуем сначала просто спросить наших членов президиума высказаться по этой теме? Хорошо. Очень кратко. Давайте буквально одна-две фразы. Не убьет ли онлайн вообще записи по трансляциям, архивные записи, которые сейчас выброшены в сеть, не убьет ли это, вот эта возможность, сидя на диване, да, в компьютере, глядя вот в экран, не убьет ли это живые спектакли и концерты? Я уверена, что нет, потому что есть такой момент элементарный, как передача, скажем так, звука, который искажается. Как бы хорошо звук не был записан, но все-таки, когда мы слышим вживую, это совершенно иное звукоизвлечение. Плюс ко всему, в концертах, скажем так, и всех этих мероприятиях есть элемент такой светскости, то есть люди приходят именно как выйти в свет. И это возможность, я думаю, тоже никто не захочет у себя отбирать. Спасибо, Валерий Абисалович. Так, кто у нас следующий? Так, Виктор. В двух словах, я думаю, что при нынешнем поколении виртуальной реальности нет, а вот при следующем может. Может, так. Парадоксальное мнение Виктора Пелевина мы выслушали. Константин? Нет, никогда. Всегда было живое общение, всегда была живая музыка и это останется. Так, Гарик, мы знаем, что вы очень много записываете у нас в интернете ваши песни. Вот, слушаем, да? Вы знаете, очень неприятно, когда пишут и шутки, и над этим никто не смеется, поэтому нет. Вам нужна аудитория. Мне нужна аудитория, мне нужен смех, мне нужно кого-то веселить, а не себя любимого. Себя любимого я и в зеркало повисюю. Ну, тем не менее, то все, что вы говорите в навигаторе, веселит кого-то, но вы это не слышите. Вот, например, я всегда веселюсь, слышу ваши прекрасные замечания. Ну, красава! Не ожидал, что справишься. Теперь ищи разворот сам. есть ли вопросы у наших журналистов? Журналисты пришли подготовленные на пресс-конференцию, заготовили примерно каждый по 50 вопросов, и вот по одному мы попросим сейчас задать. Пожалуйста. Ну, у нас тут сидит BBC, New York Times. Дирижировать на расстоянии, не видя тех, кем ты, собственно говоря, управляешь, совсем неприятно, да? Конечно. Я правильно понимаю. Спасибо, наверное. Это как раз доказательство того, что никакое онлайн представление никому не понравится, да? Даже не то, что не понравится, но если есть возможность послушать что-то вживую, это же, как сказать, ну, даже качественно. Конечно, это качественно. Это вообще, скажем так, нельзя сравнивать записи живое исполнение, потому что, ну, отстраняясь от образа, от образа Гернии, скажу такую вещь. Вот я ходила на комплекс Чайковского предыдущий, я слушала каждый день всех, и потом слушала записи. Но это две разные вещи, как человек играет вживую, и как человек играет, он слушает это на записи. Я и вообще не могу представить, что это все вымерет. Это может вымереть, только если уровень культуры совсем куда-то прям далеко укатится. Надеюсь, что этого не произойдет. Ну, я вот, если была бы, например, Светлакова, или Богомолова, могу сказать, что в онлайн, тем более, нельзя использовать ненормативную лексику. Все-таки это остается в архивах на века, а в живом спектакле или стендапе это легко используется, и мне без этого очень трудно, так же, как и без публики. Так, еще вопросы есть у наших пиар-менеджеров? Нью-Йорк-таймс, BBC, Нойз Дойчланд. Так, вопросов нет? Ну, тогда пресс-конференция окончена. Спасибо большое нашим чудесным спикерам за ваше мнение и вообще всем вам за внимание. Спасибо большое. Продолжение следует...